История о пророках Устаз Нурмухамад Аминов Караванщики увезли Юсуфа в Египет, где продали в качестве раба знатному вельможе. По словам ибн-Кассира, этого вельможу или Азиза звали Атфир ибн-Рагиб. У него была жена по имени Раиль и она имела титул Зулейха. Правителем Египта в те времена был Ар-Райян ибн-Аль-Валид, один из амаликитян. Купив Юсуфа, Азиз привел его в свой дом и, как сказано в Коране, велел Зулейхе относиться к нему по-хорошему и быть с ним снисходительной. Атфир был разумным и добрым человеком. Он желал, чтобы Юсуфу понравилось в его доме. И действительно, в доме вельможи Юсуф, алейхиссалям, не чувствовал притеснений и обид. Благодаря своей внешней и внутренней красоте Юсуф заслужил любовь и уважение окружающих. Поначалу Зулейха относилась к нему, как к своему сыну. Однако, по мере взросления Юсуфа, чувства Зулейхи переросли в страстную любовь. Она не смогла устоять перед неописуемой красотой Юсуфа и, поддавшись своему нафсу, стала соблазнять его. Всевышний Аллах говорит Женщина, в доме которой он жил, стала соблазнять его. Заперла двери и сказала Иди ко мне. Несмотря на то, что Зулейха была очень красивой и богатой молодой женщиной, Юсуф, алейхиссалям, отверг ее предложение. Всевышний Аллах говорит Он сказал Упаси Аллах, ведь он, то есть твой муж, мой господин, обеспечивший мне прекрасную жизнь. Воистину, беззаконники не преуспеют. То есть Юсуф, алейхиссалям, дал знать Зулейхе, что прелюбодеяние – это тяжкий грех. Он боится Аллаха, не намерен совершать беззаконие перед своим господом и не желает предательски отнестись к своему господину, который сделал ему столько добра. Поступок пророка Юсуфа, алейхиссалям, является прекрасным примером тому, как нужно отклонять предложение совокупления вне брака. Прелюбодеи понесут суровое наказание, но отказавшийся от этого греха заслужит высокую степень судный день. В достоверном хадисе посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что в день воскресения, когда люди будут искать убежище от невыносимой жары и не найдут никакой тени, Аллах укроет в тени своей семерых людей или семь категорий людей, среди которых будет мужчина, которому знатная и красивая женщина предложила совершить с ним акт совокупления, но он, отказавшись от прелюбодеяния, сказал, поистине, я боюсь Аллаха. Избегая греха прелюбодеяния, Юсуф, мир ему, направился к двери. Зулейха, пытаясь остановить мужчину, схватила его за рубашку и порвала ее со спины. В тот момент, когда они оба оказались у выхода, дверь открылась, и на пороге оказался муж Зулейхи. Женщину охватил страх. Побоявшись быть разоблаченной, она решила оклеветать Юсуфа, обвинив его в намогательстве. Юсуф, опровергая обвинение, сказал, что это она пыталась соблазнить его. Перед вельможей появилась нелегкая задача. Как определить, кто виноват, а кто нет? Решить этот вопрос помог один из приближенных Азиза. Как сказал Всевышний, он сказал, это она пыталась соблазнить меня. А свидетель из ее семьи сказал, если его рубаха разорвана спереди, то она говорит правду, а он лжет. А если его рубаха разорвана со спины, то она лжет, а он говорит правду. Ибн Кассир пишет, этот человек был из числа ее родственников или родственников ее мужа. Если бы рубаха была порвана спереди, то вина пала бы на Юсуфа, потому что это бы указывало на то, что он пытался соблазнить ее, но она отбивалась от него, порвав при этом перед его рубахи. Если бы его рубаха была порвана сзади, то это указывало бы на то, что он пытался ускользнуть из ее объятий, но она при этом удерживала его, из-за чего рубаха порвалась, как и произошло на самом деле. Поэтому Аллах говорит, увидев, что рубаха Юсуфа порвана сзади, муж сказал своей жене, ты обвинила Юсуфа в том, что ты сама совершила, хотя он не виновен. Воистину это из ваших козней, о женщины, и воистину ваши козни велики. Безвинность пророка Юсуфа была очевидна. Хозяин попросил Юсуфа не рассказывать людям о произошедшем, чтобы на его семью не пало пятно позора. А жене он велел покаяться и просить прощения у Аллаха. В те времена египтяне были идолопоклонниками, но вместе с этим они верили, что грехи прощает лишь Аллах. Как бы ни пытались очевидцы скрыть этот инцидент, сплетен избежать не удалось. Некоторые принцессы и жены первых чиновников узнали обо всем, что произошло. Они стали насмехаться над Золейхой, говоря, жена Азиза пыталась соблазнить своего юного раба. Она страстно возлюбила его, и мы полагаем, что она впала в очевидное заблуждение. Для того, чтобы в какой-то мере оправдать себя и объяснить женщинам причину своего поступка, Золейха пригласила в гости знатных женщин. Она удобно усадила их, разложив подушки и тонкие матрасики. Каждой гости хозяйка дала в руки нож, чтобы очищать принесенные фрукты. Золейха попросила Юсуфа надеть его лучшие одежды и велела показаться гостям. Он вышел к ним. Его лицо сияло ярче луны. Увидев его пленительную красоту, женщины были поражены. Они не могли отвести от него глаз и даже не заметили, как, очищая фрукты, порезали себе руки. Они стали восклицать, упаси Аллах, да ведь это не человек, он никто иной, как благородный ангел. Золейха сказала, перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Вы упрекали меня в том, что я полюбила своего раба, а теперь сами восхищаетесь его красотой. Я действительно пыталась его соблазнить, но он отказался, и если он не удовлетворит мои плотские желания, то будет заточен в темницу. Женщины убеждали Юсуфа послушаться приказаний хозяйки, но он вновь отказался и обратился за помощью к Аллаху. Он сказал, господи, темница мне милее того, к чему меня призывают. Лучше оказаться в заточении в этом мире, нежели понести наказание в аду в судный день. Золейха попросила мужа бросить Юсуфа в темницу. Вельмож засогласился взять в заключение Юсуфа на неопределенный срок. Он решил, что если Юсуф исчезнет на некоторое время, то прекратятся сплетни и злословия о его жене, а сама Золейха будет ограждена от соблазна. Таким образом, пророк Юсуф, мир ему и благословение Аллаха, был несправедливо заключен в тюрьму. О том, что произойдет дальше, с дозволения Аллаха, мы расскажем на следующем уроке. Субтитры создавал DimaTorzok